С 2018 года представители малого бизнеса будут обязаны применять контрольно-кассовую технику согласно новой редакции федерального закона от 22.05.2003 номер 54. В рамках первого этапа реформирования применения ККТ в инспекции по стоянию на начало текущего года зарегистрировано более 7 тысяч единиц кассовой техники. С 1 января 2018 года по текущую дату, то есть на сегодняшний день, уже зарегистрировано 520 единиц контрольно-кассовой техники в рамках перехода налогоплательщиков по второму этапу. И, соответственно, всего на данный момент на учете стоит в инспекции 7656 единиц кассовой техники. В сферу применения ККТ включены в том числе малые предприятия и индивидуальные предприниматели, которые используют патентную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а также лица, оказывающие услуги населению. Крайняя дата перехода на новые правила работы для этой категории пользователей ККТ – 1 июля 2018 года. При этом для малого бизнеса предусмотрены некоторые упрощенные условия работы с онлайн-кассой, а именно более длительный срок действия блока фискальной памяти – 36 месяцев, а также возможность применения налогового вычета. Теперь часть вторая, она звучит как неприменение контрольно-кассовой техники, влечет вложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1,4 до 1,2 суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей, и юридических лиц от 3,4 до 1 размера расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Также статья дополнена пунктами с 3 по 15, где значительно расширен спектр привлечения к административной ответственности за несоблюдение законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Так, например, за повторное нарушение части 2, то есть неприменение контрольно-кассовой техники, суммы расчетов, где было миллион и более, уже предусмотрено на должностных лиц дисквалификации от 1 года до 2 лет, на юридических лиц индивидуальных предпринимателей, административное приостановление деятельности до 90 суток. Как отмечено на пресс-конференции, лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, освобождается от административной ответственности за административное правонарушение. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова»